В выходные о своей версии конфликта сегодня рассказал представитель второй стороны байкерского клуба «Три дороги» Андрей Родионов. По его словам, в ночь на субботу 20 октября около 70 мужчин в одежде с символикой ночных волков прибыли на автомобилях в гаражный кооператив «Октябрьский», где базируется клуб «Три дороги». Там в тот момент находились всего несколько членов трех дорог и их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров и пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Залдастанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова была? Давайте я беру к первому. Не будем приплетать Путина. Мы не приплетаем Путина, мы не хотели бы. Это тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы планировали провести общегородское мероприятие закрытия сезона, а мы там помогали в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем там даже сбор был, хотели смотреть площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Я прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл как водится? Потому что некоторые ехали из других городов и с разных сторон. И, так сказать, приехали... Кто-то приехал на мотоцикл, на мотоцикл тоже приехали. Там были по-разному. Люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, надо поймить, там надо везти оборудование, надо везти какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть, это логично. Там кто-то должен был призы, аппаратуру должен был выставлять, где должен был проводиться стендрайдинг. Кто-то должен был там торговлей заниматься и так далее. А в трех дорогах вас ждали? Я думаю, что на самом деле было спонтанное решение. Но я сейчас, секундочку, я сейчас не хочу говорить вообще о трех дорогах. На самом деле, эти ребята двое, значит, один по собственному желанию, решивший стать убийцей. И второй там, да, там, это на самом деле разменная монета. Это вообще не тема, о которой стоит вообще сейчас говорить. Вот в данном случае я не хочу говорить сейчас вот именно лично о них. Вопрос идет гораздо о больших, о более важных вещах. Пусть за это дело, так сказать, и только сейчас их совести, уже это дело еще и суда, значит, разобраться, как блатная романтика повлияла на убийцу. И сделала из комсомольского работника, из хорошего мальчика, который занимался, значит, таким вот общественной деятельностью, мотоциклетный, которому мы помогали, оставая себя за кадром, да, как она из него сделала убийцу. Это вопрос, вопрос уже второй. Сейчас вопрос, вопрос другой. Что и кто, что стоит за вот этим преступлением, и кто за ним стоит. А я вам сейчас скажу, что стоит. Стоит это серьезные вещи, серьезный синдикат под названием «Бандидос». Никакого отношения к мотоциклетной культуре это не имеет вообще. Это картель, синдикат на колесах, которые ведут борьбу, ведут борьбу, значит, Интерпол, ведут борьбу европейские страны, в том числе и Америка. Они уже там всех достали, вот так, понимаешь, эти бандидосы, эти ангелы ада, вот эти все монголсы и так далее. И вот эти, значит, их сейчас активно выдавливают, активно выдавливают. Вот сейчас как раз показывают вот кадры, собственно, бандидосы, вот то, что в видеокуре вы видите. Да, их выдавливают из Европы. Вы сейчас в Европе, это в демократической стране, вот, вы что тоже сидите за демократическую стране? Тем не менее, это официальный байкерский клуб международный. Это неофициальный, значит, уже, да, он был в 66-м году официальный, уникальная история. Но это не клуб, еще раз повторяю, это картель, это синдикат, преступный, криминальный, который любыми способами хочет залезть в Россию сюда, любыми способами. Вербуя вот таких людей, как вот этот Юра, дурачок этот Геша, он же Женя, да, которого они каким-то способом купили, видимо, на блатую романтику. То есть три дороги, давайте объясним зрителям, хотели вступить в бандидос. Да, три дороги, и уже они не хотели, они вступили, о чем говорит Евгений. А за то, что ты вступил, должен что-то исполнить. И должен сделать что-то, обязательно какой-то криминальный, должен совершить криминальный поступок. Иначе тогда этот бренд они тебе не дадут. И сейчас они, у них разменная монета, чтобы вы просто понимали. Эти люди сейчас, это самое реально, потому что они их сейчас явно сливают, дают им сделать, их топят. Потому что я уверен, что ни он, ни по собственной воле сказал в открытую, что он сейчас в бандидос. На самом деле, если бы у него было чувство самосохранения какое-то, он не должен говорить, что он принадлежит к этому синдикату преступному. Понимаете, это его заставляют делать эти. Потому что если эти, потому что им не нужно, чтобы говорили о трех дорогах. Им нужно, чтобы говорили о бандидос. Вот о чем разговор. Но есть версия, что, собственно, ночные волки-то приехали в Зеленоград не обсуждать вечеринку, а расшивать. Это версия, я не хочу об этом говорить, слушай, это версия, пусть суд решит вопрос. Это первое. Второе, я сейчас скажу, это важный момент. Я сейчас гроша ломаного не дам за то, чтобы, советую Жене, нигде не находиться. Вот Жене, и спрятаться подальше. Потому что я уверен, что это самое, чтобы провитировать, чтобы, они им очень нужно, чтобы добиться того, чтобы им мстили. Это для них, это основная задача. Потому что если они Женю сейчас, что-то сделают с Женей, то получится то, что мы такие же, как они. Мы, а мы не такие, как они. И я хочу, чтобы вы об этом, чтобы об этом люди знали. Более того, они сейчас назначают встречи, мне назначают, говорят мне о том, что, что они хотят встретиться со мной бандитов. Это, видимо, оттуда идут, это европейцы заставляют. Встретиться на какой-то, либо, значит, на какой-то нейтральной, постсоветском пространстве. Понимаете, они мне говорят об этом. Только я родиной не торгую. Я буду сделать все, чтобы на одной родине этого дряни не было. Спасибо, спасибо. К сожалению, время у нас ограничено. Дорога, их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров. Пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков, Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Золдастанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова? Давайте, во-первых, не будем приплетать Путина. Мы не приплетаем Путина, мы не хотели бы. Это тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы планировали провести общегородское мероприятие закрытие сезона, а мы там помогали, по сути, в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем там даже сбор был, ходили, смотрели площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Я прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл, как водится? Кто-то приехал на мотоцикл, а мы на мотоцикл тоже приехали. Там были по-разному, люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, надо поймить, там надо везти оборудование, надо везти какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть, это логично. Кто-то должен был призы, аппаратуру должен был выставлять, где должен был проводиться стендрайдинг, кто-то должен был торговлей заниматься и так далее. А в трех дорогах вас ждали? Я думаю, что на самом деле было спонтанное решение. Но я сейчас, секундочку, я сейчас не хочу говорить вообще о трех дорогах. На самом деле, эти ребята двое, значит, один по собственному желанию, решивший стать убийцей. И второй, это на самом деле разменные монеты. Это вообще не тема, о которой стоит вообще сейчас говорить. В данном случае я не хочу говорить сейчас именно лично о них. Вопрос идет гораздо о больших, о более важных вещах. Пусть за это дело, так сказать, и только сейчас их совести, уже это дело еще и суда. Значит, разобраться, как блатная романтика повлияла на убийцу. Сделала из комсомольского работника, из хорошего мальчика, который занимался, значит, таким вот общественной деятельностью нациклетной, которому мы помогали, оставая себя за кадром. Да, как она из него сделала убийцу. Это вопрос уже второй. Сейчас вопрос другой. Что и кто, что стоит за вот этим преступлением? И кто за ним стоит? А я вам сейчас скажу, что стоит. Стоит это серьезная вещь, серьезный синдикат. Потому что некоторые ехали из других городов и с разных сторон. И, так сказать, приехали, кто-то приехал, причем на мотосты, тоже приехали. Там были по-разному, люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, надо поймите, там надо везти оборудование, надо везти какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть, это логично. Там кто-то должен был призы, аппаратуру должен был выставлять, где должен был проводиться стандрайдинг, кто-то должен был там торговлей заниматься и так далее. А в трех дорогах вас ждали? Я думаю, что на самом деле было спонтанное решение. Но я сейчас, секундочку, я сейчас не хочу говорить вообще о трех дорогах. На самом деле, эти ребята двое, значит, один по собственному желанию, решивший стать убийцей. И второй там, да, там, это на самом деле разменная монета. Это вообще не тема, о которой стоит вообще сейчас говорить. Вот в данном случае я не хочу говорить сейчас вот именно лично о них. Вопрос идет гораздо о больших, о более важных вещах. Пусть, да, это дело, так сказать, и только сейчас их совести, уже это дело еще и суда, значит, разобраться, как блатная романтика повлияла на убийцу. И сделала из комсомольского работника, из хорошего мальчика, который занимался, занимался, значит, таким вот общественной деятельностью, мотоциклетный, которому мы помогали, оставая себя за кадром. Да, как она из него сделала убийцу? Это вопрос, вопрос уже второй. Сейчас вопрос, вопрос другой. Что и кто, что стоит за вот этим преступлением? И кто за ним стоит? А я вам сейчас скажу, что стоит. Стоит это серьезные вещи, серьезный синдикат под названием «Бандидос». Никакого отношения к мотоциклетной культуре это не имеет вообще. Это картель, синдикат на колесах, которые ведут борьбу, ведут борьбу, значит, Интерпол, ведут борьбу европейские страны, в том числе и Америка. Они уже там всех достали, вот так, понимаешь, эти бандидосы, эти ангелы ада, вот эти все монголсы и так далее. И вот эти, значит, их сейчас активно выдавливают. Активно выдавливают. Вот сейчас как раз показывают вот кадры, собственно, бандидосы. Вот то, что вы видите, о которой вы видите. Да, и вы выдавливают из Европы. Вы сейчас в Европе, это в демократической стране. Вот, вы что, тоже сидите за демократическую страну? Тем не менее, это официальный байкерский клуб международный. Это неофициальный, значит, уже, да, он был с 66-го года официальный, это уникальная история. Но это не клуб, еще раз повторяю, это картель, это синдикат преступный и криминальный, который любыми способами хочет залезть в Россию сюда, любыми способами. Вербуя вот таких людей, как вот этот Юра, дурачок этот Геша, он же Женя, да, которого они каким-то способом купили, видимо, на блатую романтику. Три дороги, давайте объясним зрителям, хотели вступить в Бандитас. Да, три дороги, и уже они не хотели, они вступили, о чем говорит Евгений. А за то, что ты вступил, должен что-то исполнить. Ты должен сделать, что-то обязательно какой-то криминальный, должен совершить криминальный поступок. Иначе тогда этот бренд они тебе не дадут. И сейчас они у них, он сейчас в Бандитас. На самом деле, ему, если бы у него было чувство самосохранения какое-то, он не должен говорить, что он принадлежит к этому синдикату преступному. Понимаете, это его заставляют делать эти. Потому что если эти, потому что им не нужно, чтобы говорили о трех дорогах. Им нужно, чтобы говорили о Бандитас. Вот о чем разговор. Но есть версия, что, собственно, ночные волки-то приехали в Зеленоград не обсуждать вечеринку, а расшивать. Это версия, я не хочу об этом говорить. Да, шарать. Это версия, пусть суд решит вопрос. Это первое. Второе, сейчас скажу, это важный момент. Я сейчас гроша Ломанова не дам за то, чтобы, советую Жене, нигде не находиться. Вот Жене, и спрятаться подальше. Потому что я уверен, что это самое, чтобы провитировать, чтобы они, им очень нужно, чтобы добиться того, чтобы им мстили. Это для них основная задача. Потому что если они Женю сейчас, что-то сделают с Женей, то получится то, что мы такие же, как они. Мы не такие, как они. И я хочу, чтобы вы об этом, чтобы об этом люди знали. Более того, они сейчас назначают встречи, мне назначают, говорят мне о том, что они хотят встретиться со мной бандитов. Это, видимо, оттуда европейцы заставляют. Встретиться на какой-то, либо, значит, на какой-то нейтральной, в постсоветском пространстве. Понимаете, они мне говорят об этом. Только я родиной не торгую. Я буду сделать все, чтобы на родине этого дряни не было. Спасибо, спасибо. К сожалению, время у нас ограничено. Дорога, их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров и пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков, Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Залдастанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова? Давайте, во-первых, первое, не будем приплетать Путина. Мы не приплетаем Путина, мы не хотели бы. Это тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы планировали провести общегородское мероприятие закрытие сезона, а мы там помогали в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем там даже сбор был, ходили, смотрели площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Я прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл как водится? Вот так, приехали, кто-то приехал на мотошин, а мы эти. Потому что если эти, потому что им не нужно, чтобы говорили о трех дорогах, им нужно, чтобы говорили о бандитах. Вот о чем разговор. Но есть версия, что, собственно, ночные волки-то приехали в Зеленоград не обсуждать вечеринку. Это, слушай, это версия, я не хочу об этом говорить. Слушайте, это версия, пусть суд решит вопрос. Это первое. Второе, я сейчас скажу, это важный момент. Я сейчас гроша ломаного не дам за то, чтобы, советую Жене, нигде не находиться. Вот Жене, и спрятаться подальше. Потому что я уверен, что это самое, что это, чтобы провитировать, чтобы... Им очень нужно, чтобы добиться того, чтобы им мстили. Это для них основная задача. Потому что если они с Женей сейчас сделают, то получится то, что мы такие же, как они. А мы не такие, как они. И я хочу, чтобы вы об этом, чтобы об этом люди знали. Более того, они сейчас назначают встречи, мне назначают. Говорят мне о том, что они хотят встретиться со мной бандитов. Это, видимо, оттуда европейцы заставляют. Встретиться на какой-то, либо, значит, на какой-то нейтральной постсоветском пространстве. Понимаете, они мне говорят об этом. Только я родиной не торгую. Я буду сделать все, чтобы на одной родине этого дряни не было. Спасибо. Спасибо. К сожалению, время у нас ограничено. Дорога их знакомые. Прибывшие люди, вооруженные битами и палками, якобы стали избивать находившихся на улице байкеров. И пытались вломиться в гараж, где укрылись еще несколько человек. В общем, как бы там ни было, в результате конфликта от ранений скончался один из ночных волков, Валерий Белый. У нас в гостях лидер ночных волков Александр Залдастанов, более известный как хирург. У нас очень мало времени. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Сначала хотелось бы выразить вам соболезнования по поводу того, что вы потеряли друга. И все-таки цель приезда ночных волков в Зеленоград какова? Давайте, во-первых, не будем приплетать Путина. Мы не приплетаем Путина, мы не хотели. Совершенно здесь эта тема имеет никакого отношения ни к Путину, ни к кому-то еще. Да, действительно, у нас существует традиция, которая всегда подразумевает подготовку к какому-либо мероприятию. И поскольку мы планировали провести общегородское мероприятие закрытие сезона, а мы там помогали, по сути, в этом мероприятии, то это изначально подразумевает приезд туда людей для того, чтобы это все организовать. И эти люди туда действительно приехали, причем там даже сбор был, ходили, смотрели площадку для стендрайдинга, смотрели площадку для... Прошу прощения, почему они приехали не на мотоцикл, как водится? Кто-то приехал на мотоцикл, а мы на мотоцикл тоже приехали. Там были по-разному, люди приезжали на разных видах транспорта. То есть, надо поймать, там надо везти оборудование, надо везти какие-то еще вещи с собой и так далее. То есть, это...